Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. ГИБДД области проводит мероприятие «Ребёнок-пассажир». Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Смоленские полицейские пресекли продажу наркотического вещества. Что делали здесь? Да, вот это... Вложили наркотики? Наркотики, да. Интеллектуально-познавательная викторина «День государственного флага России». Сегодня у нас государственный праздник. Какой? День флага. День флага, правильно. Об этих новостях и не только подробнее. В Смоленской области продолжают искать новые возможности для экономического роста региона. В Сафонове обсудили условия включения в оборот неиспользуемых земель. А таких площадей на территории региона достаточно много. Для этого участки нужно перевести муниципальную собственность. Губернатор области Алексей Островский считает, что это создаст новые возможности для аграрного бизнеса и привлечёт новых инвесторов. В целом, земли Смоленщины сейчас имеют хорошую репутацию среди бизнесменов аграрного бизнеса. Также на совещании обсудили случаи неиспользования или нецелевого использования земли, которую предоставили гражданам в собственность. В таких случаях участки предложено изымать. В Смоленской области стартовало профилактическое мероприятие «Ребёнок-пассажир». Сотрудники ГИБДД дополнительно обращают внимание на то, что жизнь детей в руках водителей. Подробности в сюжете. По данным статистики, за 7 месяцев текущего года зафиксировано 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Три юных пассажира погибли, 51 получили травмы. Напомнить водителям о необходимости правильной перевозки детей в салоне автомобиля призвана акция «Ребёнок-пассажир». Мероприятие проводится по всей Смоленской области с 19 по 23 августа. Проверка автомобильной дисциплины проходит и в Десногорске. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Более от 7 до 11 лет уже можно с использованием ремней безопасности. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в 3000 рублей. Смоленские школы начали подготовку к новому учебному году. Местное отделение Роспотребнадзора проверяет уровень освещенности и оценивает санитарное состояние учебных учреждений. Уже есть и первые результаты проверок. Ведомство выявило более 65 случаев несоответствий требуемым нормам. Этим школам придётся провести ремонт системы водоснабжения, канализации и освещения. Также были случаи нехватки мебели и отсутствия необходимого оборудования в школьных столовых. Были вопросы и к благоустройству территории. В суды направлено 14 дел о привлечении учебных заведений к административной ответственности. Смоленскую крепостную стену начали приводить в порядок, но не целиком. Реставрацию проведут пока только громовой башне. Подготовка к работам началась 21 августа. Планируется устранить трещины башни и восстановить кирпичную укладку. Там, где блоки полностью разрушились, будут использовать новые кирпичи. Кроме того, полностью заменят крышу постройки. Генподрядчик заявляет, что постарается максимально скопировать материал, из которого изначально выполнена смоленская крепостная стена. Закончить реставрацию планируется в начале декабря. Но при этом музей, который находится в башне, будет функционировать по прежнему графику. Борьба с наркоугрозой – одна из главных задач смоленских полицейских. Новые результаты проведенных специальных мероприятий – оптовая партия героина. Подробности далее. Сотрудникам полиции города Вязьма поступила информация о готовящейся продаже наркотических средств. Запрещенные препараты пытался реализовать 38-летний мужчина. По оперативной информации к продаже планировалась крупная партия героина. Мужчина был задержан. Что делали здесь? Ложили наркотики? Наркотики, да. А где ложили? По улицам? По улицам. И далее. А наркотики откуда привезли? Я не знаю. Ну, здесь взяли, в Вязьме или в Москве? Здесь. В Вязьме взяли? В Москве. У мужчины были изъяты пакеты со свертками фольги, внутри которых содержалось подозрительное вещество. Дальнейшая экспертиза показала, что это героин. 200 разовых доз общим весом 150 граммов. В отношении подозреваемого отделом номер 3 Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О пограничениях выезда за границу должники теперь будут узнавать по СМС. Планируется, что с 2020 года судебные приставы станут рассылать текстовые сообщения. Такие поправки подготовлены для действующего закона об исполнительном производстве. Рассылка будет осуществляться с согласия должника. Гражданин предоставляет расписку с указанием мобильного телефона, на который будут отправляться сообщения. В случае нежелания гражданина, уведомления отправят традиционным способом. По данным СМП, в течение первого полугодия 2019 года ограничения на выезд на границу касались более 6,5 миллионов человек. С 1 июля количество должников сократилось до 3,5 миллионов. 22 августа отмечается День государственного флага России. Когда он был утвержден, почему используются именно такие цвета и что они означают, теперь знают и воспитанники Десногорского центра социальной помощи семье и детям Солнышко. В начале мероприятия дети посмотрели небольшой мультфильм об интересных фактах, связанных с нашей страной. После этого организаторы провели для ребят интеллектуально-познавательную викторину. Программа включала в себя вопросы различной степени сложности. От совсем простых до очень оригинальных. Например, назвать неофициальные символы России или почему на гербах часто изображают животных. Кто-то из детей знал правильные ответы на вопросы викторины, а кто-то подчеркнул много нового для себя. Наша Россия очень большая и в ней живут много национальностей, что мы должны любить нашу Россию. Есть три официальных знака России – герб, гимн и флаг. Наша страна самая большая и многие страны могут поместиться в нашу страну. И все страны хотят жить в нашей стране. Наша страна – это наш дом и его нужно любить. Не обошлось и без игр. Какая наша Родина и собери флаг, девчонки и мальчишки своими руками сделали флаг из бело-красно-синих прямоугольников. Программа вызвала у маленьких россиян живой интерес и восторг. Родина наша гордость. Гордость наша. Здорово. Родина наша мальчишка. Родина наша мальчишка. Родина наша умная. Родина наша многонациональная. Родина наша нерушимая. Родина наша безграничная. Безграничная наша Родина. Здорово. Такие мероприятия развивают в детях чувство патриотизма и любви к своей родине. У ребят формируется представление о стране, в которой они живут, развивается эмоциональная отзывчивость к государственным праздникам. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Есна-ТВ. И коротко о погоде. 23 августа в Десногорске солнечно, температура днем плюс 21, ночью плюс 12. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!